Братья и сестры, я прочитаю из послания к Римлянам, 14 глава, два стиха. Римлянам, 14 глава, буду читать 17 и 18 стихи. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Друзья, я думаю, что и для нас, когда мы читаем о Царстве Божьем, то в нашем представлении это что-то такое хорошее, совершенное, что-то такое особенное, ну, то, что как-то согревает нашу душу. И я думаю, что когда люди того времени слушали о Царстве Божьем, а Христос очень часто говорил о Царстве Божьем, он говорил о том, что приблизилось Царство Божье. Он приводил массу притчей, говорит, Царство Божье подобно тому-то или другому. Он много говорил о Царстве Божьем. И когда он говорил об этом, каждый еврей, он сразу ассоциировал свои мысли с Царством Мессии, долгожданного, который придет, как Царь Израиля, которое устроит Царство Славное, Царство, где будет достаток, изобилие всего, где будет полная безопасность, Царство, где будет вечная радость, Царство, где не будет вот никаких переживаний, где будет совершенство, свобода и радость. Они представляли так, и я хочу сказать, что до сегодняшнего дня вот евреи, они верят в такое Царство, Царство, которое устроит Мессия. Мне было очень удивительно, когда мы были в Израиле и разговаривали с евреями. Они, ну, в общем-то, абсолютно нерелигиозные люди. Те, с которыми мы встречались, это интеллигенция израильская. Они так собрались, чтобы с нами пообщаться. И когда мы им говорили о Христе, они говорили, да, мы ждем Мессию. Он придет, и тогда Израиль заживет, как следует. Они абсолютно спокойны, то, что вокруг столько врагов, арабов, да. Они говорят, ну и что? Скоро придет Мессия, и они все будут нам подчиняться. Они совершенно спокойно заявляют. Мы говорим, а как же вопрос храма? Они говорят, нет проблем, придет Мессия, и храм будет наш, и будет хороший храм, никто нам не помешает. Они вот уверены, с приходом Мессии все изменится в лучшую сторону. Настанет Царство Израиля, славное, Царство Свободы, и, ну, можно сказать, не описать словами. Друзья, и вот, когда мы говорим о праздновании и о Царстве, что мы подразумеваем? Когда мы говорим о чем-то таком, ну, приятном, торжественном. Конечно, мы говорим о каких-то мероприятиях, торжественных, праздничных. Даже вот сегодня мы говорим праздник. Почему он праздник? Ну, какое-то особое служение. Да, мы обозначили тему, но, с другой стороны, много гостей, торжественная программа, свидетельство, оркестр, все это, как оформление праздника. Оно приносит нам вот это ощущение праздника. И, конечно же, на каждом празднике, я думаю, что нет такого праздника, где мы бы не позаботились о том, чтобы был какой-то особенный стол у нас, да, особенная пища. Ну, как... Ну, оно обязательно дополняет праздник. И я хочу сказать о том, что вот здесь текст Писания, который мы прочитали, апостол Павел вдруг поднимает тему и говорит, а Царство Божие, да, Царство Божие, которое мы ожидаем, на которое надеемся, которое мы рассчитываем, что там что-то такое прекрасное, хорошее, это, говорит, не пища и питье. То есть, это не внешнее оформление праздника, не внешние сопутствующие обстоятельства, а это внутренний мир. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Об этом еще говорил Иисус Христос, который говорил, что Царство Божие не придет приметным образом. Не придет. Царство Божие, оно внутри, в человеке. Это внутреннее преобразование человека. И вот, друзья, мы сегодня празднуем праздник Церкви. А я хочу сказать, что для нас, христиан, очень даже, ну так, где-то подразумевается, что Церковь – это тоже кусочек Царства Божьего. Кусочек Царства Божьего, где царствует Господь, да, где мы собрались, люди, которые служим нашему Господу. И в то же время для нас очень часто бывает трудно определиться внешняя форма и внутренняя. О чем я хочу сказать? Что есть маленькие церкви, да, где такое скромное служение очень. И они с такой, ну, доброй, может быть, завистью говорят, как вам хорошо, у вас большая церковь, у вас хорошие проповедники, у вас хор, у вас оркестр, вот у вас хорошо. А у нас, ну что у нас так скромно? Друзья, все равно, как бы там ни было, но внутренне, да, какое-то есть такое восприятие, что церковь – это тоже должно быть что-то такое, ну вот, организовано хорошо, где все на таком высшем уровне. Но интересно, что когда буквально пару дней назад я перебирал фотографии и раз нашел фотографию Валгасской церкви. Но знаете, когда мы с женой посмотрели на эту фотографию, и как-то внутри стало очень-очень тепло, внутри, мы увидели что-то там такое, что сразу нас в память перенесло туда, в то время, как хорошо было тогда. Да, были гонения, да, нас было мало, это было скромное собрание по домам, но как там было хорошо? Почему? И иногда бывают большие церкви, но там совсем нехорошо. Друзья, вот Библия нас ориентирует на внутреннее, внутреннее Царство Божие. Друзья, настоящее Царство Божие, оно созидается из живых камней, да, из одиночных камней, но которые каждый живой, внутренний, у которого Царство Божие внутри есть. Наверное, Царство Божие еще, вот если на мою тему ассоциировать, похоже на большой костер. Вот он горит, и нам нравится, да, большой костер. Но если вытащить оттуда одну, одно полежка, да, то я думаю, что мы станем свидетели того, что оно начнет затухать. А вот, допустим, если взять спичку, да, она загорается одна, загорается сама, и еще зажгет других. И вот Господь, созидая свое Царство, Он подразумевал именно так, что каждый в Церкви, каждый член Его Царства, это будет один живой организм, который сам горит, и других может зажигать. Когда вас двое или трое, и там уже я, и там хорошо, и там Царство Божие. Друзья, и это ценно, то, что когда вот были времена гонений, то наши недруги, они, вот один из них даже, знаете, как выразился, что Церковь эта непобедима, потому что эта Церковь состоит из одних офицеров. Там нет солдат, там нет подчиненок, там каждый офицер. И я хочу сказать, что вот в нашей Церкви они на этом убедились. Они посадили практически служителей всех, и они пришли с таким торжеством к нам на собрание как-то, и говорят, да мы всех ваших братьев пересажаем, что вы будете делать? И одна бабушка встает, говорит, я встану на кафедру и буду проводить собрание. Ну и они, понятно, бесполезно, бесполезно. Каждый, каждый внутри себя носит Царство Божие. Братья и сестры, я хочу сказать, что когда это Царство Божие внутри меня, то это Царство Божие начинает распространяться и вокруг меня, со мной людям хорошо. Я распространяю. Господь об этом когда-то ученикам сказал, мир, который в вас, вы приходите в дом и говорите, мир дому сему, и мир, который в вас, придет в этот дом. Представляете, мы носители Царства Божия. Так должно быть. И вот мне хотелось бы отметить составные части этого Царства. Библия говорит, прежде всего, это праведность. Братья и сестры, без этого ничего не получится. Без того состояния правильного перед Богом никогда человеку не будет хорошо. И с ним хорошо тоже вряд ли будет. Друзья, и очень несложно казаться людям радостным, казаться людям, что все хорошо, но на сердце бывает и не все хорошо. И мне хочется сказать, друзья, вот мы сегодня говорим о том, как хорошо, когда, ну, мы можем отмечать праздники, как хорошо, когда вот торжество вокруг. Но я думаю, что даже находясь в большом собрании, где все торжествуют, если у тебя нет личной праведности, то тебе все равно не очень хорошо. И ты сидишь здесь, и если твоя совесть тебя осуждает, то ты сидишь, и для тебя совсем не праздник. Да, для кого-то праздник, а у тебя не все хорошо. И я был не раз свидетелем больших торжественных собраний, где все радовались. А заканчивалось, когда оно подходили люди и говорили, а у меня на сердце нет праздника. И люди исповедовали грехи свои. И тогда начинался праздник. Казалось бы, праздник позади, но для этого человека начинался праздник внутренний. Друзья, и мне бы хотелось сегодня отметить вот эту мысль, которую Господь отмечает. Что такое Царство Божие? Где настоящий праздник? Прежде всего, когда у человека с Богом правильные взаимоотношения, когда он никогда с совестью своей не торгуется, когда он исправляет пути свои. Кто делает правду, тот и праведен. Кто делает? Когда мы живем праведно, когда наше прошлое исправлено, и когда наше настоящее – это правильное. Друзья, вот почему появилось наше братство когда-то? Почему? Потому что братья поняли, что пути наши неправы, и оно началось со священия и очищения. И вот тогда начался праздник, хотя начались гонения, притеснения, но зато очевидцы того времени говорят, а какое это было торжество Духа, какая свобода, какая радость, как хотелось петь. Почему? Бремя внутреннее было скинуто. И Господь это делает, и Он хочет этого, чтобы этот праздник был внутри меня, прежде всего. Праведность – это Царство Божие, которое наполняет внутри нас. Друзья, и следующее, как следствие – мир. Да, когда у тебя в сердце спокойно, то приходит мир. Мир в сердце. Друзья, мы поем псалом такой, хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой, да? И мы поем этот псалом, и кажется, он, ну вот мы слились в едином хвалении. Но в этом гимне есть припев, и там повторяется слово «если». Хорошо, если сердце свободно. Да, мы можем слиться в единой хвале, но если сердце не свободно, то и нехорошо. Если в нем нету зла, тогда хорошо. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Тишина и мир приходят на смену, когда грехи уходят, когда чистота приходит, когда Бог поселяется в сердце, тогда приходит мир, мир в сердце. Но мне хочется сказать, что этот мир – это следствие. Но Слово Божие, которое здесь говорит, я думаю, что оно подразумевает немножко другое. Оно подразумевает мир между нами. Если праведность – это наше отношение с Богом по вертикали, то мир – это наше правильное отношение друг с другом по горизонтали, это наши братские отношения. Вот знаете, сегодня уже подмечалась эта мысль про Мардахея. И там был человек такой Аман, человек, который чувствовал себя на коне. В государстве первый друг царя, он чувствовал себя прекрасно, но до некоторых пор, как только на его горизонте появлялся Мардахей, его настроение падало сразу. Друзья, вот Господь, Он хочет, чтобы был мир между людьми. Можно иметь хорошие отношения с каким-то кругом людей, но с каким-то кругом людей не иметь отношения. На кого-то можно иметь обиды, огорчения, где-то иметь, ну, нехорошие взаимоотношения. Там Царства Божьего места нет. Господь пришел создать Царство такое, где все братья, где люди любят друг друга. И Слово Божие говорит, что если этого нету, если у меня к какому-то брату нету правильных отношений, то значит у меня и по вертикали тоже что-то не так. Надо все менять, все менять, братья и сестры. А Господь хочет, чтобы у нас с Ним был мир и между собой мир. И когда мы любим друг друга, да, братья, сестры любят друг друга, вот тогда приходит Царство Божие. Тогда. Когда мы смотрим друг на друга, вот иногда, знаете, люди говорят, для того, чтобы, ну, вот, хорошие отношения нормализовались, надо, чтобы долго не виделись. И мы вот сегодня встречаемся, да, хотя нас могут разделять некоторые там мировоззрения, но мы давно не виделись, мы братья, мы так любим друг друга, да. Друзья, но хотелось бы, чтобы мы могли, написано хорошо, жить братьям вместе, жить, когда люди не просто иногда встречаясь ощущают праздник, да, а когда люди не хотят разлучаться, когда люди чувствуют тепло друг к другу. В этом Царство Божие. Братья и сестры, и это тоже очень важная составляющая Царства Божие. И когда вот эти два условия соблюдаются, тогда написано, радость приходит, радость во Святом Духе. И если нету правильного отношения с Богом и друг с другом, настоящей радости нету. И я знаю это. Друзья, я знаю людей, которые, знаете, вот, когда проходит какое-то общение, они как душа компании, они очень веселые, у них хорошее настроение, они могут веселить других. А потом, когда заканчивается, такие люди иногда подходят и говорят, вы не представляете, как мне плохо здесь. И такое может быть, братья и сестры, может быть. И мне бы хотелось, чтобы сегодня здесь, на этом празднике, мы могли бы заглянуть туда, что нас объединяет, что нас радует сегодня. Да, внешняя форма прекрасна, но мне бы хотелось, чтобы внутреннее было тоже солидарно. Сегодня звучал призыв к покаянию, к перемене своей жизни, друзья. И мне бы хотелось, чтобы этот призыв, он не останавливался в наших душах, чтобы мы могли действительно всегда иметь внутри себя вот это желание быть чистыми перед Богом и любить братьев своих. Тогда приходит радость, радость совершенная. Друзья, тогда это радость, которую никто не может отнять. Это не просто улыбка на лице, это не просто хорошее настроение сегодня, а это внутреннее торжество, даже тогда, когда я остался один. Когда я пришел, и в моей церкви всего лишь двое-трое братьев или сестер, а я радуюсь, я радуюсь, потому что со мною Господь. Друзья, вот Слово Божие так говорит, кто сим служит, праведность, мир и радость, вот тот угоден Богу. Того Бог будет благословлять. И интересно написано, и заслуживает одобрения от людей. Для меня очень ценно, в Библии есть такая, как бы характеристика, апостол Павел приводит характеристику совершенной церкви. И он говорит, когда человек зайдет в вашу церковь и скажет, истинно с вами Бог. Братья и сестры, вот я думаю, что это то, к чему нам нужно стремиться. Не просто так, чтобы у нас, ну как-то человек пришел и сказал, как хорошо вы поете, да? Как хорошо у вас говорят. Ой, так хорошо у вас, да? Так приятно на душе. А когда человек пришел в церковь, и он скажет, да, истинно с вами Бог. Знаете, мне было очень приятно, я служил с одним человеком, он впоследствии стал служителем православной церкви, достиг большого уровня, закончил академию богословскую. И он такой приверженец православия. Ну и когда мы с ним встречались, он всегда говорил, вы еретики, там, вас благодати нет, еще чего-нибудь. Ну я говорю, ты приходи в собрание, посмотришь. И знаете, он походил немножко на наше собрание, и потом он говорит, все-таки благодать у вас есть. Есть благодать. Вот представьте, человек приходит на собрание, и он видит благодать. Благодать, присутствие Божье. И нужно сказать, что в Библии есть такие. В Антиохию, когда пришел в Арнава, он увидел благодать. Братья и сестры, и мне бы хотелось, чтобы вот в нашей, в вашей церкви, здесь Валгарской, это как пожелание. Да, внешне хорошо, слава Богу. Но хотелось бы, чтобы это Царство Божие было внутрь вас, внутрь вас, чтобы каждый человек, который приходит сюда, он увидел благодать Божию, истинно с вами Бог. Так было у всех, у Исаака, у Авраама, мужей Божьих. Люди, глядя на них, они говорили, «С вами Бог». Мы ясно увидели? Бог с вами. Когда это может быть? Это когда в моем сердце Царство Божие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова